В Центральной Европе первой полной производящей неолитической культурой сельского хозяйства и домашних животных является культура линейно-ленточной керамики около 7600-6900 лет назад, которая широко заменила образ жизни в среднем каменном веке Мезолите и ознаменовала переход Европы в новокаменный век неолит. Хотя культура линейно-ленточной керамики давно считается хорошо изученной, недавние исследования выявили существенные генетические различия между мезолитическими и ранними неолитическими популяциями. Это было связано с притоком неолитических фермеров из Юго-Восточной Европы, куда приходились волны миграций земледельцев из Анатолии, современная Турция. С Юго-Востока фермеры культуры линейно-ленточной керамики перемещались вместе с одомашними животными в Центральную Европу, продвигая экономическую основу нового образа жизни в этом регионе. Со временем эти новые поселенцы колонизировали большую часть Центральной Европы, главным образом ориентируясь на плодородные лёсовые почвы, твёрдо устанавливая сельскохозяйственную систему раннего неолита. Эти люди значительно изменили окружающую среду, вырубили леса и построили постоянные поселения с сельскохозяйскими угодьями, в которые было вложено немало времени и сил. Считается, что у переселенцев сообщество было организовано на основе родства, это известно из биомолекулярных исследований, благодаря которым наблюдаются различия в погребальных обрядах, связанных с местом происхождения и патрилокальным образом жизни. То есть супруги проживали там, где живёт или жил отец мужа. Это всё дополняют крупномасштабные генетические изменения в европейских популяциях, в период перехода от мезолита к неолиту. Кстати, многие исследования в области психологии связывают поведение женщин в современном мире именно с адаптацией их к патрилокальному образу жизни, когда женщина в юном возрасте покидала родной дом и адаптировалась к построению социальных связей в малознакомом обществе с ограниченным кругом общения. В исследованиях биогенный материал очень важен, однако характер захоронения останков может содержать важную информацию о жизни и смерти этих людей. Анализ того, как и по какой причине умершие стали частью различных захоронений, позволяет получить важную информацию о сложном взаимодействии между людьми в культуре линейноленточной керамики и другими популяциями. Обычные погребения этой культуры встречаются как в виде индивидуальных захоронений, так и кремаций с погребальным инвентарём. Могилы обычно ориентированы с востока на запад, но встречаются и без погребального инвентаря, и по-разному ориентированные. Большая часть связана с поселениями, захоронения в которых не сильно отличаются от кладбищ, но массовые захоронения довольно редки, однако также в различной обстановке культуры линейноленточной керамики встречаются отдельные части тел и фрагментированные скелетные останки. Они разбросаны в селениях, пещерах и канавах и могут быть следствием нарушения старых захоронений или ритуальных действий. Такие находки были обнаружены в Херксхайме, Германии, где тела подвергались посмертным манипуляциям, в том числе расчленениями перед смешанными захоронениями с костями животных и различными артефактами. Возможен ритуальный каннибализм, это поведение трудно разгадать, но изучение подобных захоронений помогает изучить другие участки, которые считаются доказательствами войн и массовых убийств во времена культуры линейноленточной керамики. Эти объекты представляют собой массовую могилу в Тальхайме, Германии и Аспарншлетс, Австрия. На них были обнаружены человеческие скелетные останки с явными признаками предсмертного насилия, такие как черепно-мозговые травмы и возможные раны от стрел. В то время как тела в Тальхайме были быстро собраны и захоронены в общей могиле, в Аспарне были отмечены признаки объедания животными и частичные дробления, когда тела лежали на открытом воздухе, еще до естественного погребения в канавах. А обнаруженная недавно могила в Чоннике-Калианштаттине, Германия предполагает, что на этих трех участках культуры линейноленточной керамики группы людей были преднамеренно уничтожены неизвестными, возможно конкурирующими членами соседних групп. Недавние интерпретации массового захоронения в Килианштаттине в качестве еще одного места массового уничтожения, связанного с насилием, схожего с Талхаймом и Аспарном, поддерживают теорию древних войн. Такие захоронения сильно отличаются от обычных ритуальных захоронений жителями поселков своих соплеменников. Интересно и то, что для всех мест характерно небольшое количество или отсутствие молодых женщин среди убитых. Вероятнее всего их захватывали в плен. Это подтверждается и недавними генетическими исследованиями, которые показывают сокращение только мужского населения в то время. Также для массовых захоронений характерно сбалансированное количество детей и взрослых. Причем довольно большое количество подростков указывает на внезапное нападение на деревни. В еще одной могиле культуры линейно-ленточной керамики из Widerstedt, Германия доминируют неполовозрелые подростки около 80% от общего числа, но без характерных предсмертных травм, что может указывать на другую причину смерти. Возможно, в древнем сообществе практиковались гаремы, и при смене их владельцев каким-то образом уничтожались наследники предыдущего. Также стоит отметить, что отсутствие массовых погребений в некоторых местах с хаотически самопогребенными останками свидетельствует в большей степени о войнах, чем о ритуальных действиях. Потому как для нападавших или обороняющихся тела уже не имели значения. В новом исследовании ученые описывают еще одно место коллективного насилия в Хальберштадте, Германии. Этот участок содержит скелетные останки расчлененных и травмированных людей и частично схож с другими объектами культуры линейной ленточной керамики. Однако присутствуют отличия. Используя остеологический, палеопатологический, тофономический и изотопные анализы, стронций, углерод и азот, это исследование добавляет важные ранее недоступные детали для обсуждения масштабов и количества раннего неолитического насилия и обстоятельств с ним связанных. Это массовое захоронение было обнаружено еще в 2013 году на месте строительства на южной окраине города Хальберштадт, в северу от гор Гарц, в Саксонии Ангальд. Этот район богат на археологические находки раннего неолита. Здесь раскопано около 38 захоронений, представляющих собой организованные погребения подростков и взрослых обеих полов, а описываемая массовая могила расположена в юго-восточной части от известного в настоящее время ближайшего поселения. Как и большинство других объектов, могильная яма захоронения была частично нарушена более поздними действиями. Это затруднило точное определение её границ, которые, вероятно, имели диаметр около двух метров. Помимо человеческих скелетных останков, в яме было несколько других находок, в основном мелких фрагментов керамики, характерные для культуры линейно-ленточной керамики. Эти осколки интерпретируются как мусор, случайно попавший в захоронение. Тела в общей могиле не были снабжены ритуальными артефактами, их положение в захоронении было хаотическим. Всё это резко отличается от обычного мирного захоронения культуры линейно-ленточной керамики, но очень похожи на другие массовые захоронения. Останки датированы в 7200-6900 лет и подтверждают принадлежные захоронения к временам описываемой культуры. Всего в яме было обнаружено 9 или 8 человек, так как останки под номером 1 и 9 на фотографии могут принадлежать одному человеку. 7 останков диагностировали как мужчин от 25 до 40 лет. У одного из скелетов затруднились определить пол, но этому человеку было 16-20 лет. Хоть с точки зрения биологии он был подростком, вполне вероятно, что в неолитическом обществе он считался социально взрослым, особенно если это была девушка. Демографические данные значительно отличаются от обычных захоронений с равным количеством мужчин и женщин, а также взрослых и подростков в относительной пропорции. Также обычно в поселковом захоронении, как и в некоторых массовых встречаются дети, в отличие от данного захоронения в Хальберштадте, но есть схожие черты со спарном. Здесь может быть намёк на то, что в яму были сброшены нападавшие, которых достойно встретили жители обороняющегося поселения, что подтверждает биоархеологический анализ, указывающий на то, что убитые люди пришли из других мест. Анализ палеопатологии у останков показал предсмертные тупые черепно-мозговые травмы на сохранившихся черепах. У четверых минимум по одной, а у двоих от пяти до шести отдельных травм. Поскольку скелетные останки не очень хорошо сохранены, возможно, что изначально было получено больше травм. Обнаруженные травмы в целом почти исключительно расположены в задней половине черепа. На лобной кости обнаружена только одна предсмертная травма. Похожий характер травм у черепов был обнаружен на территории Швеции, примерно этого же возраста, за границами распространения данной культуры. Но там травмы в затылочной части были на женских черепах, в отличии от описываемых останков. Об этом уже упоминалось ранее на канале видео под названием «Тайна черепов насаженных на кол». В общем, выявленные черепно-мозговые травмы показывают известные характеристики тупой черепно-мозговой травмы с внутренними сколами, концентрическими расходящимися линиями разломов и вдавливанием внешних полей разлома. Кроме того, у трёх разных скелетов имеются предсмертные переломы костей трёх основных конечностей, а у одного – переломы двух соседних рёбер. Также характер травм может указывать либо на добивание убегающих, как в данном случае, возможно после гибели предводителя, либо на бой лицом к лицу. Не исключена вероятность и казни пленников, либо провинившихся. Также затылочные повреждения могут преобладать у людей, которых застигли врасплох в своих поселениях. На определение по типу нападающий или защитник могут влиять и факторы, связанные с наличием детей и женщин в захоронениях, а также наличие людей, которые принесли ранее серьёзные болезни или травмы. Потому как мало вероятно, что в военный поход могли взять более слабых. Помимо предсмертных травм, были выявлены в меньшей степени другие патологии, как узлы шморля в позвоночнике, повреждения поясничных позвонков и кариес нижнего правого первого маляра у одного из погребённых, что довольно удивительно для общества без зубной пасты. Однако стоит учитывать и то, что при раскопках несколько крупных скелетных элементов уже отсутствовало, включая два черепа и верхней половины скелета у одного из них, а также некоторые части конечностей, как крупные, так и мелкие, и фрагменты позвоночника и рёбер. Судя по характеру обломков, это сделали крупные или мелкие плотоядные животные. Некоторые мелкие останки были обнаружены в древних норах грызунов, а близость отсутствующих конечностей и частей скелетов в краю могилы говорит о том, что изначально тела не засыпали, либо покрывали небольшим слоем. Некоторые нарушения скелетов были сделаны уже после полного скелетирования, а некоторые верхние повреждения могут быть связаны с передвижением тяжелой техники на участке раскопок. Количество участков погребения культуры линейно-ленточной керамики с признаками нестандартного захоронения растёт с каждым годом хоть и медленно. На это указывает и данное исследование могилы в Хильберштадте, демонстрирующие древнее коллективное насилие ранних неолитических войн. Хотя в настоящее время среди учёных ведутся споры о масштабах этих войн. В раннем неолите политическая власть ещё не была централизованной. Скорее всего, родственно связанные местные сообщества или группы в оседлых общинах действовали независимо друг от друга как отдельные политические единицы. Поэтому ранняя неолитическая война как таковая была обязательно ограничена одним и тем же местным или региональным уровнем. И местные сообщества культуры линейно-ленточной керамики или союзы общин были либо агрессорами, либо жертвами. Поэтому массовые убийства должны рассматриваться в первую очередь как локальные случаи ведения войны, возникающие независимо друг от друга, а не как часть крупного одновременно возникшего конфликта в пределах культуры и возможно в ней её. Но если посмотреть на даты, то эти события приурочены в основном к семи тысячам лет назад. А это может говорить о том, что в этот период происходили глубокие изменения в социальном и материальном плане у жителей Центральной Европы. Говоря простым языком, захват и передел земель. Возрастающие последствия унаследованных претензий к сельскохозяйственным угодьям и возрастающая иерархическая дифференциация являются следствием вероятных факторов, способствующих росту социальной напряжённости и в конечном счёте смертельных конфликтов между независимыми группами. Убийство людей, например, захваченных врагов в неволе, было признаком многих обществ и могло включать в себя их предварительные пытки и унижения. Черепно-мозговые предсмертные повреждения у людей в Хильберштатте возможно были вызваны такими действиями. Но в отличие от образцов щёника Калянштаттена, они гораздо менее выражены. В любом случае, контролируемое, а иногда и публичное убийство отдельных лиц или групп несёт серьёзное сообщение о том, кто обладает властью над жизнью и смертью. Что-то по типу «кто в доме хозяин». Массовое захоронение Хильберштатта явно отклоняется по содержанию характеристикам от моделей демографии и травм, встречающихся в других контекстах захоронений или массовых убийств в культуре линейно-ленточной керамики и указывает на контролируемое или систематическое убийство избранной группы неместных людей. Поэтому этот участок добавляет дополнительные сценарии к развитию событий в древних межгрупповых конфликтах. Несмотря на то, что такой исход битвы редкость и зависит от набора подсказок и их интерпретаций, это поведение возможно оказало существенное влияние на укрепление социальной сплочённости и создание имиджа группы, способной на успешное возмездие. В то время как места массового убийства Тальхайма, Аспарна и Калианштаттена демонстрируют, что война и разрушение целых общин действительно были частью ранней неолитической жизни, групповое захоронение Хильберштатта раскрывает и другие стороны насильственных действий во времена первых сельскохозяйственных культур раннего неолита в Центральной Европе. А на этом я с вами не прощаюсь, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал.